Совершенство Другими и миром Тема сегодняшней передачи Страсть к совершенству Более известная как перфекционизм С одной стороны, перфекционизм дарит нам Невероятные продукты, бизнесы Идеи, а с другой стороны Перфекционизм распространяется И на нас самих Как жить, если ты сам живой и несовершенный И если мир вокруг тоже Живой и несовершенный Об этом сегодня поговорим с бизнес-тренером Анной Немчиновой, автором книги Мисс Синдром Совершенства Здравствуйте, Анна Здравствуйте, Екатерина Мисс Синдром Совершенства Расскажите, пожалуйста, о своем опыте Как вы осознали, что совершенство Это не что-то позитивное Что подарила нам, не знаю, компанию Apple Авторство перфекционизма Или чего-то еще А именно синдром Почему синдром? Ну, наверное, осознание Ко мне стало приходить Уже ближе к 30 годам Когда Ты доходишь до определенной точки Эмоционального выгорания То есть, когда ты заходишь В состояние депрессии Причем, когда ты ее осознаешь То есть, очень многие люди Они живут в депрессии Но они не осознают этих вещей Они двигаются, существуют И считают, что это норма Вот Когда я дошла до своей точки депрессии И я стала раскручивать волну А что произошло? Что меня привело в эту точку? В эту точку И когда я начала вспоминать Разные жизненные моменты Я осознала, что, оказывается Вот это вот стремление к совершенству Оно и в результате породило Мое состояние эмоционального выгорания Когда я оказалась даже сама себе не нужна Потому что я несовершенная и неидеальная Кто может полюбить Такую несовершенную и неидеальную жизнь? Особенно сама себя, да Вообще никак А по каким вот звоночкам? Да, вы говорите, что осознать Вот это состояние очень важно А по каким звоночкам его можно осознать? Какие есть такие моменты Не знаю, в теле, в психике, в общении Где ты понимаешь, что да Синдром совершенства – это про меня На самом деле первые звоночки Они очень хорошие, характерные Но у нас люди их не замечают Как правило, только когда попадают На операционный стол Когда они попадают с очень жесткой болезнью Которая на грани жизни и смерти Только тогда происходит переосмысление Почему? Да все просто Потому что нас с вами учили этому синдрому Всю свою жизнь То есть вот в Советском Союзе Нас воспитывали И это считалось нормой Мы должны были быть идеальными Как это называется? Строителями коммунизма Строителями Стремящимися к светлому будущему Для всех принести добро, мир и так далее И тому подобное И осознать, что на самом деле Вроде бы как правильные вещи А они тебя убивают Это очень сложно Вот буквально у меня вчера Отказалась девушка от курса Где мы прорабатываем Именно бизнес построения И она сказала Я поняла, что я не хочу расставаться С ощущением себя хорошей и правильной Я все-таки буду стремиться к совершенству Я хочу нести людям добро И поэтому я не буду отказываться от этого То есть это же осознанное желание Оставаться и стремиться Двигаться и развиваться В этом перфекционизме Многие люди мне говорили Аня, ты что? Стремление к перфекционизму Это единственное, что вообще-то ведет к прогрессу Больше ничего не ведет к прогрессу Это не важно, что на этом поле битвы Я развожусь Я болею, у меня нет сил никаких Я все равно соберусь, накрашусь И пойду спасать этот мир Это не важно Потому что если я откажусь От стремления к совершенству То тогда я эгоист А эгоистом это вообще же быть зло страшен Потому что тогда я должен в первую же очередь Думать о себе и о своих собственных желаниях А если на самом-то деле У меня нет в желаниях спасти мир Что я буду с этим делать? Ну вот, примерно так Первые звоночки, они очень четкие Когда у тебя есть ощущение бессмысленности бытия То есть то, что ты делаешь Тебе не приносит никакого удовольствия И никакого удовлетворения Но ты начинаешь все делать Чем больше в твоих фразах Проскальзывает слово Не хочу, а должен Я обязан Они должны Как только у тебя проявляются звоночки Стремления к справедливости Мир не справедлив Да, да, да Как только очень часто идут звоночки О неблагодарности со стороны других людей Или почему мир так неблагодарен Я столько для него сделал Это как раз мы сталкиваемся с синдромом стремления к совершенству А как вот в семье он воспитывается? То есть в социуме, понятно, там, ну какие-то, да, пионеры вот эти все В школа А есть какие-то семейные стратегии, которые содействуют вот этому синдрому? Я тебе даже хочу сказать, что вопрос не пионерии Вот мой сейчас ребенок, ей 15 лет, она в 9 классе И ей необходимо сдать УГ И вот это стремление к совершенству, которое закладывают педагоги, оно ужасно Почему? Потому что они говорят, если вы не сдадите УГ, вы будете никто Вы в жизни не реализуетесь Ой-ой-ой То есть смотри, что это такое Это когда на планку ставят какие-то критерии, да, где говорят Вот если ты этого не сделаешь, то ты ничтожество Если ты вот этого не достигнешь, нет промежуточных вещей Чем плох синдром стремления к совершенству, это тем, что там нет других красок Есть черное, есть белое Белое это правильное стремление, да, черное все остальное покрывается И то есть когда человек не достигает своих первых мест, да, в жизни То по факту все остальное, весь остальной его опыт, он обесценивается То есть это элементарные вещи Если ты не так сделал уборку, и мать начинает на тебя ругаться, что ты не так сделал уборку, да Она не смотрит на то, что было сделано И не говорит, слушай, ну вот здесь ты молодец, а вот в следующий раз можно вот сюда вот это добавить А она говорит, нет уборки, это не уборка То есть это элементарные вещи, да Муж что-либо сделал в доме, да, он там вынес мусор, помыл пол Но женщина приходит и говорит, ты ничего не сделал по дому Потому что она ждала помимо этого еще кучу всего, да Она не увидела вот этих вещей То есть перфекционизм, он дает нам такой страшный запрет ошибаться и делать что-то неправильно, правильно? Да, он не дает никаких промежуточных результатов, он не дает ценности происходящего, ценности получения опыта Важна только победа, а все остальное не имеет никакого значения Ну то есть правильно понимаю, что, допустим, терапией какой-то от этого состояния являются ошибки? Ну то есть когда ты ошибаешься, осознанно, да? Ну по идее да, но в 98% люди не готовы на это пойти То есть вообще нет никакого способа научиться ошибаться после 30? Ну там, как правило, жизнь тебе начинает показывать эти вещи Знаешь, ко мне как-то пришла одна женщина С очень жестким синдромом стремления к совершенству Я ей задала там 4 вопроса Один из них, который был, вы уже болели раком? Ну есть одна из историй стремления к совершенству Я настолько должна быть идеальной, что я не имею права ничего выносить из себя А соответственно, что происходит во мне, да? Я включаю саморазрушение, потому что я не позволяю разрушению выйти Вот, и она очень интересный момент мне дала понять И мы с ней начали разбирать У человека начинает происходить процесс, когда его предают Мы это воспринимаем как зло Но на самом деле для перфекциониста это благо Потому что это как раз тот поворотный момент Который тебе дает понять, что ты можешь развернуться и пойти в сторону Поэтому чем больше предательства в вашей жизни Тем это классно Потому что это как раз дает тебе возможность развернуться на 180 градусов Почему? Потому что на самом деле это тебе показывает несовершенство людей Что нет на самом деле этого самого совершенства Класс А вот вы про дочь упомянули А чем вот материнство Как искажается материнство, когда женщина находится в этом синдроме совершенства? Да ужасно искажается Потому что женщина не дает жизни ни семье, ни детям То есть как она себя требует, так и другим Ну конечно То, что не позволительно Цезарю, неужели будет позволительно кому-то другому? Правда? Я не позволяю себе лежать на кровати Потому что я трудоголик И я пытаюсь достигнуть цели, сделать идеальной свою квартиру А вы тут видите или игрушку бросили на пол Представляешь, что происходит в квартире в этот момент? Да, представляю Нелегко Точно так же, как и мужу Я же ему не дам лежать на кровати Я же ему не дам лежать на диване Я сама тут пошел от зари до зари Соответственно, давай вставай и что-то делай Я тебе найду дело Не переживай А как, зная о том, что у вас там был синдром совершенства Что у вас подрастают девчонки две Как вы, как мама, что вы делаете, чтобы их уберечь от этих ОГ-убийственных отношений? Ну, во-первых, они у меня вообще не перфекционистки Почему? Потому что когда... Знаешь же, у психологов есть правило Когда приходят к тебе и говорят, что у ребенка проблемы, посмотрите на него Что делает психолог? Он говорит, а мне не нужны ваши дети Сами приходите Здесь та же самая история То есть вы начинаете работать со своим синдромом И все выровняется у детей То есть когда вы начнете с этими моментами отрабатывать, да То тогда и у вас будет Вот зная свой синдром, там, перфекциониста И работая с ним в каждом дне Я не могу сказать, что я от него избавилась Я могу сказать, что я с ним работаю Я его контролирую, я его анализирую в каждом дне, да И каждый раз стараюсь с какими-то моментами сделать поменьше, полегче ситуацию Вот Очень просто Зайдете ко мне в спальню, у меня будет идеальная чистота К спальню к моим детям сложно зайти Потому что если ты открываешь дверь, на тебя что-то начинает выпадывать Вот Поэтому все, что я делаю, я просто беру и закидываю туда, ну, в детскую Чтобы границы у бардака были Да, я прошу, чтобы они не разводили уж слишком большие цивилизации Ну, это означает, чтобы булки не застревали Там еда где-то, чтобы эта плесенью не покрывалась Вот И регулярно прошу их сделать уборку Самое главное, что у меня ушло Я не захожу и не переделываю за ними Это один из четких показателей синдрома перфекциониста Это переделывать за детьми то, что ими сделано Что мы делаем? Мы не позволяем им совершить ошибку Например, я не делаю задания и уроки с моим ребенком со второго класса Почему? Потому что она должна пройти свой массовый жизненный опыт И получить свои двойки, свои тройки, да И пройти вот эти все моменты Вопрос мамы принять ее с этими двойками и тройками Потому что на самом деле люди, которые учатся со своими детьми И делают с ними уроки Они же проживают свой жизненный опыт Когда их надо снова погладить по головке И сказать, ты такая молодец Мы все делаем для себя, а не для детей Честно Вот давайте признаемся честно Когда мы делаем уроки с детьми Мы хотим либо себе меньше проблем создать Либо доказать себе, что у нас ничего так ребенок А я хорошая мама А я хорошая мама, да Поэтому даже на конкурс рисунков или еще чего-то Я не рисую с детьми Я не делаю с ними стенгазеты Потому что они должны сами пройти свой жизненный опыт Их победа – это их победа Я не влезаю в их победу Их ошибки Мы сядем, разберем эти ошибки со спокойной душой Но я не буду им за это пенять Потому что это их опыт, их история Однажды я села и сказала дочери Я не буду влезать в твою учебу Я не буду даже заходить в электронный дневник Ну пусть, пока мне учительница не позвонит И не скажет, знаете, у нее там двойки по четверти высвечиваются Вот, и то я задам вопрос Что ты будешь с этим делать? Я даже не буду заставлять ее что-то исправлять Я просто ей задам вопрос Что ты будешь с этим делать? Потому что ей самой надо прожить историю Для нее был очень четкий урок Когда во втором классе мне позвонила учительница вечером И сказала, у нее по изу высвечивается двойка Потому что она не сдала 4 рисунка Вы можете, типа, сесть сейчас, сделать с ней Я говорю, я все у вас не услышала и поняла Она говорит, я до завтра, ну, типа, жду А завтра уже конец четверти я выставляю оценки Я захожу к дочери, ну, сколько ей? 8, да, 8 лет, 2 класс И я говорю, дочь, ты завтра получишь двойку по изу Она начинает рдать Я говорю, у тебя есть два варианта Время 9 вечера Ты либо рисуешь эти 4 рисунка и закрываешь Другую четвертью, да Либо ты получаешь двойку Что ты выбираешь? Она говорит, я буду рисовать Я говорю, хорошо И что я делаю? Я разворачиваюсь и иду спать Ну, в глазах-то, послушайте В глазах 90% матерей Я не мать, получается, хихидна Правда? Это сильный поступок, да Но она тогда впервые поняла всю ответственность за свою собственную жизнь и за свою собственную историю И она сдала эти рисунки и, соответственно, там закрыла свою четверть А вот как строятся отношения с отдыхом у перфекционистов? Я так подозреваю, что там есть некоторые трудности Да нет этого отдыха, знаешь На самом деле у перфекционистов есть такая история Он работает, пока не упадет Там нет отдыха, там есть, знаете, поболеть Ну, то есть, ну, отдыха же себе нельзя позволять Отдыхают, это ленивые люди Мне очень важно показать всем, что я не ленивый человек Поэтому я буду делать постоянно И поэтому я начинаю искать рубежи То есть заранее, до того, как я лягу, как полудохлая лошадь, да Я на самом деле заставляю ложиться себя и делать 15 минутки отдыха Я организовываю себе этот отдых Я началась окружать себя комфортными вещами Потому что для перфекциониста вообще комфортные вещи Это, ну, то есть, если они не функциональны в топку Только функциональные вещи должны быть вокруг Никакой вот этой красоты Именно так, именно так Потому что все лишние статуэтки на столе, это пылесборники Правда же? Да Вот у меня такая же была история Вот, и на самом деле я перфекциониста вычисляю вообще в лед Так, ну-ка расскажите, как? У перфекциониста есть одна проблема Где он не может контролировать, у него включается фобия и страх И в машинах укачивают поэтому? В машинах их может не укачивать, только если они за рулем Они не могут ехать рядом Перфекционисты не могут кататься на аттракционах Потому что нет контроля То есть там, где я не могу проконтролировать сам Я не буду за это браться, я буду этого бояться Вот так вычисляются перфекционисты Как в любви обстоят дела с перфекционизмом? Есть фраза такая красивая у Достоевского Про то, что совершенство невозможно любить И можно только любоваться Вдалеке, да, как совершенство Каковы перфекционисты в любви? А знаешь, есть такие образы девочек-отличниц Вот видела? У них все идеально Макияж, маникюр Они очень каратно одеваются У них все идеально Но в большинстве своем они живут с котиками Почему так? Вот, кстати, я встречала такие истории Красотка, умница, все супер При этом ей пеняют на то, что это она не может выбрать У нее слишком завышенные требования Но на самом деле там другая проблема У нее завышенные требования к себе И ей кажется, что она не соответствует Какому-либо мужчине по определенным показателям Почему? Потому что у перфекционистов есть одна проблема Они не понимают, что любят просто так Вот, понимаешь, есть химия, да? Человек просто любят Не за что-то, а наоборот Полюбят тебя за что-то А полюбят, да, тебя не за что-то Так вот у перфекционистов нет этого понимания И они все время за что-то пытаются получить эту любовь И им все время кажется, что они не дотягивают То есть чем внешне кажется, там, девушка отличница и вся идеальная На самом деле у нее внутри глубокая пропасть В том плане, что ей кажется, что она еще не до И ей очень сложно заходить в отношения Потому что она думает будет Еще и этому мужчине соответствовать Боже мой Это так тяжело Вы консультируете же много бизнесов Много бизнесмена Ну и вообще, в принципе, да Интересно понять, как связаны перфекционизм и деньги Но отношения с деньгами вообще То есть не просто с бизнесом, да А пошире возьмем Прям с денежной энергией, с финансами, с прибылью Со всем вот этим Как это влияет? Перфекционисты могут зарабатывать Но у них стоят ограничители И очень сильные ограничители на деньги По одной простой причине У перфекциониста Один из разновидностей синдромов Который у него есть Это синдром спасателя Но он же хороший Он удобный Поэтому он может приехать Любое дне, время и ночи Он может занять денег безвозвратно Он может вкупиться в какое-то дело Это говорят ребята Войти в какое-то дело Осознавая, что он не получит в этом прибыли Или он не получит свои деньги обратно И таким образом У него идут постоянные затратники Понимаешь, как в трубу все выходит Потому что он же спасает Вот, и еще У синдрома перфекциониста Может присутствовать страх богатства Почему? Потому что хороший человек В Советском Союзе Правда? Это какой человек? Правильно, бедный Павка Корчагин Который будет закалять сталь Сам для себя ничего не будет Но помрет слепым Нищим В безвестности Но правильно прожив свою жизнь И соответственно Эта психология Она не позволяет Зайти в состояние бизнеса и денег Потому что бизнес и деньги Это что-то Понятно, да? Такое темненькое Это же не светлая сторона жизни И соответственно Они рассматривают деньги Не как ресурс А как беду С которой нужно что-то делать А если это беда С которой нужно что-то делать Гораздо выгоднее от этой беды Увернуться Именно так Поэтому Перфекционисты Прекрасные исполнители Но как генераторы идей Они Авторитарные семьи Воспитывают прекрасных исполнителей Но Когда у них Задача Принять ответственность За свою жизнь Ответственность За что-то новое Зайти в риски Они не заходят А бизнес это риск А в риски Заходить Высокие У них нет способности У них стоят ограничители Они ждут Внутреннего родителя Который им даст Ну какую-то точку опоры И что-то скажет Куда-то двигаться Вот в этом У них и идет проблема Я читала Одну из гипотез Что Почему У перфекционистов Такие проблемы С генерацией идей Как вы сказали Что они заточены На соблюдение правил У перфекционистов И правила Как они Взаимношаются Как соотносится И есть и способ Какой-то научить Как-то гармонично Себя нарушать правила В разных сферах жизни По большому счету Но в свою пользу Гармонично нет Гармонично нет Смотри Почему нет гармонии Потому что Вот у нас есть установки И у нас есть психика Которая эти установки Тщательно охраняет И представляешь Если установка Начинает лететь Ко всем чертям Что делает психика Она начинает бунтовать Но у нас-то есть защита Нам нужно остаться В границах Мы же мир воспринимаем Каким-то образом Да У нас есть границы мира В которой мы находимся Вот Поэтому пока Мы находимся В безопасности И пока эти установки Дают нам уровень безопасности Мы от них не откажемся Вот как женщина Которая сказала Нет Я не готова Пойти в бизнес Потому что Тогда я перестану Быть хорошей и доброй Это установка Которая защищает Ее психику И она находится Соответственно В этих границах Ломка психики Это очень тяжелая штука Ломка Стереотипов Ломка установок детских Представляешь Тебе с детства Ну Вкладывали Тебе значит 30 лет Ты 30 лет С ними прожил И тебе хоп Нужно Знаешь так Опа И поменять Ну так невозможно Это невозможно Вот И здесь только одна история Когда ты начинаешь Осознавать Что эта установка Перестает давать тебе Безопасность Что эта установка Опасная Когда ты осознаешь Что эта установка Начинает тебя Разрушать Тело Как правило Люди только на тело Реагируют Начинают Разрушать Твой эмоциональный план Ты находишься В состоянии Раздрайва Только в этот момент Человек способен Начинать Что-то менять Знаешь Как я всегда говорю Помнишь 5 стадий Отрицание Гнев Торг Апатия И принятие Так вот Я всегда говорю К нам на онлайн курс Люди Которые быстро проходят И быстро меняются Приходят Те люди Которые на стадии Апатии Либо принятия Потому что Когда люди приходят На стадии отрицания Ну представляешь Это же такая работа Сопротивления Огромнейшая Гнев Это еще больше Мощнейшая энергия Причем Мы чаще всего Относимся же Гневу как Это Табуированная эмоция Мы Детям запрещаем Психовать Не психуй Не ори Не положа На себя так вести И так далее И тому подобное Мы запрещаем А на самом деле Гнев Это На мой взгляд Самая лучшая эмоция Которая у нас есть То есть Гневом можно исцелиться Именно Ух Да Чего я сейчас сказала Ух Сейчас разрушили все табу Я разрушила все табу Знаешь почему Потому что у гнева Есть очень хорошая штука Гнев Это как пограничники На границе государства Они первые встречают Окупантов Они первые встречают Вражеские силы То есть То что может Разрушить нашу психику То что может Разрушить наши личные границы Залезть к нам Первое На этой границе Стоит кто Гнев Он тебе фиксирует Он как маячок Который тебе говорит Слышь Похоже В твою личность Кто-то залезает Похоже Кто-то там Своими манипуляциями Тебя заставляет Что-то делать не то И это первая реакция Которую встречают На границе Вопрос в том Мне говорят Как экологично Работать с гневом Да никак Вы просто осознаете Что это пограничники ваши Что гнев сам по себе Экологичный Поэтому вы будете Обращать внимание Не на того Кто провоцирует гнев А вы будете понимать А что происходит со мной А что меня так Ввело в состояние раздражения А почему я так агрессирую Потому что На этом уровне И находится Работа осознания Вот этих осознаний Да Аналитики Вот этого всего момента Поэтому я ее называю Гнев это лучшая эмоция Здорово Классная ценная мысль Мы еще предлагаем Каждому нашему эксперту Поделиться Какой-нибудь практикой Каким-нибудь упражнением Фильмом Чем угодно В общем Предложить нашим зрителям Сделать какой-то Маленький шажок Если вдруг вы Подозреваете в себе Перфекционизм Что бы можно было сделать Для того Чтобы ослабить Чуть-чуть его хватку Чтобы больше жизни Было в жизни Постоянно я работаю В этих моментах Ну давай я расскажу Наверное то Что меня тронуло Я когда составляю Людям карты Личного развития Я туда вписываю Книги Фильмы И упражнения Которые я рекомендую Прорабатывать Поэтому я сейчас Буду как карту Личного развития Да, давай Перфекционистов Какие фильмы Я рекомендую Посмотреть Во-первых Я рекомендую Посмотреть Фильм у трассы 60 Почему? Потому что Полное отсутствие контроля Ну то есть То, что он Ничего не контролирует Да И вот в этой ситуации Ситуативно Ему приходилось Решать Вот сейчас Пришла ситуация Вот сейчас Ты принимай решение Вот Следующий фильм Который я могу Вам порекомендовать Это невероятная жизнь Ворона Мити О, да Когда я На нем На самом деле Проверяю перфекционистов То есть Я даю список фильмов И они смотрят И если это перфекционисты Они скажут Зачем им нам дали Его смотреть Это ужасный герой Он ужасно раздражает Потому что Это полная Противоположность Перфекциониста Который есть Если касаться Допустим Бизнеса Я рекомендую Посмотреть Фильм Джой Тоже такой Фильм Достаточно Ну Я честно говорю Я рыдала Причем я рыдала Не над героиней Я же рыдала В этот момент Над собой Потому что Я понимала Вот эту ломку Вот это понимание Что нужно принять решение Выйти из позиции Удобной Хорошей Потому что Придется взять На себя Это решение Ты либо спасаешь Свой собственный бизнес Либо ты удобная И хорошая Но ничего не произойдет Твоя семья Будет продолжать Находиться Вот в этом же состоянии Вот поэтому Вот как бы Таких три фильма Основных Которые бы я хотела Порекомендовать Которые прямо сейчас Мне на ум пришли Вот по поводу книг Которые бы тоже Я могла порекомендовать вам Слушайте Ну честно Я ее везде И так рекомендую Вы конечно будете Мне говорить Что это Что за детский сад Ты тут нам говоришь Я настойчиво Рекомендую Почитать Муми троллей Так Туви Янсон Потому что Вот там есть Четко прописаны Образы людей Образы Типовые Поведенческие Какие-то Характерные моменты Да Например Образ Хемуля Это образ Вот Хемуль Это четкий Перфекционист Отработанный Ясный Ну прям Ясный образ Да Вот И на самом деле Самые гармоничные образы Это муми тролли Но они сталкиваются С разными героями Каким образом Они себя ведут Есть еще одна Очень хорошая книга Но она знаешь Такая более глубокая Это работа с психосоматикой Тело помнит все Такой бестселлер Книжный Мне как перфекционисту Было очень интересно Узнать исходник травмата То есть я там Все-таки осознала Более четко К чему может привести Синдром перфекциониста Вот Она уже такая Более профессиональная Но читается Достаточно легко Мне очень понравилось Вот По поводу упражнений Которые можно сделать Я бы первое Что предложила Это все-таки Включать иррациональное начало И заниматься арт-терапией Что это значит Беда перфекциониста В том Что они не проявляют Свои эмоции Они же непозволительны Ну они некорректны Да Все очень четко и ясно Вырисовывайте Свои эмоции Каждый вечер Перед сном Купите себе Альбом с красками Купите карандаши Я не знаю что-либо И просто вырисовывайте Эмоциональный ряд Без всяких правил Просто так идет Нет Вот это и беда Сказал перфекционист Как? Нет никаких правил? В том-то и фишка Что нет никаких правил Ты садишься И вырисовываешь день Точно так же Как ты можешь Выписывать Все мысли Которые тебе приходят В голову Выписывай Прописывай их Да И тогда тебе будет Становиться полегче Потому что Начнет хоть какой-то сумбур Приобретать более или менее Ясность И выходить Вот в эти моменты Для перфекционизма Я бы конечно Еще порекомендовала Но очень сложно Идет это упражнение Честно хочу сказать В тот момент Когда ты думаешь Что нужно сделать Что-то очень срочное И важное Выйди на улицу Посмотри на небо Пошурши листиками Я пыталась просто Делать это упражнение У меня не получилось А я говорю На весь кажущийся Там Простоту этого задания На самом деле Это очень сложное задание Вот сейчас у тебя сжало Вот сейчас у тебя Что-то срочное И тебе нужно сделать Одновременно Несколько дел Вместо этого Надо отключиться Либо попить чай Просто повтыкая В окошко Либо прям вообще Выйти на улицу И прогуляться Прогуляться без цели Это вообще невозможно Без цели Конечно Это самое сложное Потому что нужно Отключать цели и полагания Жизнь это путь И жизнь это приключение Проходя каждый раз Какие-то моменты в жизни Приключение Или путь Какой-то момент Ты чего-то получаешь На самом деле Ты даже на 80% Не знаешь Чего ты получаешь Потому что Отрицательный путь Даже чаще тебе дает Больше Ну с твоей точки зрения Конечно Это отрицательный опыт Дает тебе намного больше Чем положительный Потому что ты в нем фиксируешься А в положительном Не фиксируешься Ты его просто Знаешь Как галочку поставил Дела прописываешь И галочку поставил Я раньше Очень много писала дел И однажды Я пришла к своему психологу В состоянии там Эмоционального Полностью выгорания И она мне сказала Первое что ты сделаешь Ты выкинешь ежедневник Я говорю Да нет Она говорит Да-да Я говорю А как мы будем А как Она говорит А ты будешь делать Только то количество дел Которое будет запоминать Твой мозг Все что у тебя Не будет запоминать мозг Значит Твое тело Не в состоянии Отработать Это гениально В своей простоте Представляешь И у меня была задача Я выкинул ежедневник И стала просто запоминать И оказалось Что в день Я могу Сделать не больше трех Ну задач Таких больших Фиксированных Которые есть у меня И Это начало Сберегать Мою энергию Мое тело Я стала меньше болеть Здорово Спасибо большое За диалог Я уверена Что он будет полезен Как минимум мне Я точно как гоголь Сожгу все свои Ежедневники На всякий случай А мы продолжаем Беседовать по душам С экспертами И в следующем выпуске Мы поговорим О исполнении желаний О марафонах желаний И технологиях Которые приближают Нас к мечте До встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok